Бой у нас Диасперцы. Ядерно рассветный в заряд ваш экран, а это значит, что у нас сегодня гайд Бойплайт Ранжистикс. Да, может быть кто-то скажет, что такое уже на канале было. Да, но было оно очень давно. Снято оно не так качественно, как я могу это делать сейчас, поэтому усаживайтесь поудобнее, берите свои ништячки, и мы начинаем. Я тут уже сделал пару не очень удачных дублей. В общем, что у нас имеется? Имеется карьер. Который ковыряет ресурсы со страшной скоростью. И имеется вот такой вот тестовый образец. Грубо говоря, вот эта штука, ME-контроллер, я, по-моему, несколько раз его показывал. Skystone-блок, это просто обожженный блок из метеоритов, да-да, только самый черный камень. Инженерный процессор. Вот так, отпечатанная инженерная схема и кремниевая. Кремний. Либо можно получить из других модов, если он там есть. Либо расплавить порошок кварца. То есть сначала его надо будет раздробить. Что касается прессов, вот таких вот штук, их четыре вида. И получить их можно только достав из метеорита, если вы не в мультиплеере. Поскольку если в мультиплеере, неважно какой из игроков, нашел все четыре, даже не обязательно находить все четыре. Главное, чтобы все четыре нашлись на сервере. Их можно копировать. Принцип точно такой же, как в пиринговых сетях. Торрентфайлы, короче. Ладно, сейчас речь не об этом. Ну и изменчивые кристаллы нужно кинуть изменчивое семя, сделанное из изменчивой пыли, которая делается из пыли истинного кварца, пыли адского кварца и редстоуна. Затем полученную пыль мы скрафчиваем с песком. Хотя нет, ошибся. Трудность перевода. Мы все это дело бросаем вместе с песком в воду. И затем... Мы просто ждем, пока семя вырастет. Можно ускорить этот процесс камеры роста кристаллов. Вот как-то так. Запитываем все это дело и дальше начинаем работать с кабелями. Кабель, ну, в принципе, ничего такого интересного. Так. Крытый кабель. Стеклянный кабель. Вот те самые кристаллы. Вот. Заряженный кварц. Адский кварц. И красная пыль. Бросаем все это дело в воду. И получаем два кристалла. Их потом можно дробить. И проделаю то самое, что я описал. Ну, прошу понятия простить. С английским у меня не идеально. Хоть я, в принципе, и неплохо знаю язык. Но все равно могу ошибаться. Ладно. Поехали дальше. Кабели у нас есть. Как работает с каналами эта штука? Кабели. Толстый. Он же плотный кабель. Может дать 32 канала с каждой стороны. Тонкий только 8. И, опять же, ограничение, что тонкий к контроллеру лучше подтягивать через толстый. Нет. Просто так тоже можно. Но проблема вся в том, что толстые кабели к устройствам подключаться не могут. Ладно. Оставим эту лирику. Далее. У меня есть вот такая вот вещь. Ну, я, наверное, покажу немножко иную фишечку. Я вот это дело приберу. И дальше делаем ну, прямо-таки ультимативную вещь. Ой, зачем-то я их положил. Раз. 8 блоков. Хотя нет. Лучше вот так. И, наверное, да точно так же. Пустой привод будет потреблять две единицы энергии зататка. Полный, по-моему, 8. Хотя, опять же, могу и нобли дорожить, если что не так, поправьте комметы. Дальше. Делаем вот так. И отбрасываем маленький хвостик. Затем меняем цвет кабеля. И тоже подкидываем хвостик. И опять меняем цвет кабеля. Делается для того, чтобы разграничить каналы. И дальше. Раз. Два. Три. Опа. Он тухнет. Обновляясь, так сказать. Обновляя конфигурацию оборудования. А потом снова стартует. Так. Это все говно у нас подсоединено. Здесь мы видим полоски. Они как раз таки обозначают количество занятых каналов. Дальше. Поскольку мы строим лут-сервер, то здесь нам нужно лут где-то хранить, поэтому подкидываем диски. Диски у меня в этом инвентаре. Что за швах? Выборочно проверяем работу. Должна гореть зеленая лампа. Итак, что обозначают лампы на дисках? Зеленая. То есть он может в себя вмещать как новые предметы, так и новые типы предметов. Замечу, что одна ячейка такого формата может хранить только 63 разных предмета. То есть если у вас полетит 64, то он просто не войдет в сеть, если для него нет места. Далее. Желтая лампочка. Это то, что типы кончились, но место еще есть. То есть то, что ячейка уже как бы, так сказать, знает, она принять сможет. Что-то другое нет. Ну и красный все, место кончилось. А как считается место? Сейчас поясню. 16 байт за начало стопки и дальше 8 байт за каждый стак. То есть, грубо говоря, один стак предметов занимает 24 байта. Хотя нет, грубо все-таки 16. То есть первый стак 16 и далее по 8. То есть самая маленькая ячейка на 1 килобайт позволяет себе вместить 127 стопок одного и того же предмета, либо примерно 64, хотя может даже 63 стопки совершенно разных предметов. Все остальное среднее. Ну и так далее с остальными. То есть вот это уже из аддона Extra Sales. Это уже самая злая ячейка. Она вмещает хренову гору. Лично проверял. У меня туда влезало порядка 2 миллиардов булыжника. Кстати, в тему булыжники нам надо как-то еще и разглядывать. А, собственно, как вообще процесс-то идет? Поэтому мы вот таким вот образом подкидываем сюда терминал. Терминал, вещь в крафте, не сильно сложный. То есть вычислительный процессор. Механику крафта процессоров я уже описывал. Верстак и терминал. Подсвеченная панель, плоскость формирования, не плоскость, а ядро. Ядро уничтожения и логический процессор. То есть мы увидели все четыре вида процессоров. Панелька вот так. Ну, это один, ну, частный случай, подсвеченная панель. Кварцевое стекло вот таким вот макаром. То есть в каком соотношении пыль будет вообще неважно. Так, терминал мы поставили. Открываем и видим мы там фигу. Дальше касаемо настроек. Методы сортировки, то есть по названию, как было и по умолчанию, по количеству предметов, по моду, по правилам инвентаритвикс, ну и дальше по кругу. Вот так. То есть мы видим и то, что мы можем скрафтить, если есть автокрафт, и то, что у нас уже лежит так, только то, что лежит так, только то, что можем скрафтить. Направление сортировки. Синхронизация строки поиска здесь, со строкой поиска здесь. Внута на afatims и стиль терминал. Но у меня крупный интерфейс, поэтому эффекта никакого. Дальше здесь можно наблюдать за тем, какие крафты происходят в системе. Ну и скролл, собственно. Ладно, черт с ним. Грубо говоря, систему хранения мы уже запедалили. Теперь надо заставить эту систему, собственно, хранить данные. Для этого нам понадобятся ой, не шизы. Шины импорта. Они у нас есть как раз. Здесь ядро уничтожения, два железа и липкий поршень. Вроде бы все просто. Дальше, поскольку карьер пополняет сундуки уже очень шустро, а место-то мать его на исходе, по крайней мере, в первых сундуках. Лепим раз, два, три и четыре и связываем все это дело кабелем. Завяжем мы это говно на тот же канал, что и терминал. Даже чуть ли не рифманул. Вот так, чтобы ходить не мешало. Теперь касаемо карту ускорения. То есть изменчивый кристалл, который я уже описывал, и вот такая вот карта. Шаблон базовой карты, так сказать. Если сделать вот так, то он будет забирать предметы по одиночке. Каждая следующая карта вот восемь, шестнадцать, двадцать четыре и тридцать два предмета, но плюс к этому шина нехило так ускоряется. На тонны и карта это ускорение. И тут же мы часть системы сносим, просто потому, что, как говорится, свою задачу система выполнила. только я там немножко косякнул. Именно в этом месте шина там пусть в воздухе болтается, мне до лампы. Так. Видим, что лут все еще поступает. подсветим. Так. Весь печенник полетел в этот сундук, который иной будет нам служить буфером обмена. Можно, в принципе, интерфейс подставить. Вот такая вот вещь. Грубо говоря, он принимает предметы отовсюду и сразу же гонит их в сетку. Поэтому перерубаем трубу и подставляем интерфейс. Заодно показал вам еще один метод. Ой. Работы с сеткой. Опа. Пусть он там себе ковыряет. Заходим в терминал, а что же мы наблюдаем? Мало того, что он нас собирал уже 11 тысяч песчаника, так он еще и подобрал весь лут. Да. Весь лут, который попадется им под горячий бур. Ну, хотел сказать, под горячую руку, но как-то все, что ему попадает под бур, он подбирает. Соответственно, если что-то внутри карьера дропнулось, возможно, вам повезет. И карьер притащит это обратно в сетку. На самом деле, вот эта вот система масштабируется очень и очень долго. то есть на вот такую вот кассу можно посадить 32 привода по 10 дисков в каждом уже 320 и еще 16 мегабайт на каждую ячейку. 16 мегабайт замечу. Дайте ради прикола даже попробуем рассчитать. То есть 16 мегабайт это уже просто ахулиард ячеек. На 1 килобайт можно заменить. Соответственно, вот 16384. Что дает нам более 2 миллионов стопок одного и того же предмета вот на такой вот ячейке. Ну, где-то 133 миллиона предметов на одной такой ячейке. По-моему, очень даже не слабо. Хотя может даже получиться и еще компактнее. Но с другой стороны сохранить более миллиарда предметов в одном блоке это надо очень сильно постараться. Я очень рад, что такой мод существует. В принципе, небольшой такой лут-сервер мы с вами построили. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, комментируйте, обсуждайте. До встречи!